Друзья, мы с вами наблюдаем раннюю стадию приготовления, как это по-итальянски-то? Называется мясо по-милански. Хотя его еще иногда называют мясо по-капитански, по-турецки, по-гречески. В общем, суть остается одной и той же. Мы берем мясо, посыпаем его гималайской солью. Нет, до этого мы его очищаем. Мы ему делаем обрезание от всего жира, от всех жилок ненужных. То есть мясо чистенькое? Да, мясо должно быть. Значит, это может быть куриная грудка, это может быть свинина, вот, это может быть даже говядина, но говядина получается немножко жесткая. То есть требования к характеру мяса не существенные? Да. Главное, если это куриная грудка, ее лучше отбить. Вот что я и сделал кулаком. Так, поскольку не было ничего. Да, ничего более тяжелого. Скажем, хотел своим характером, но не получилось. Вот, значит, после этого мы ее укладываем на противень. На противне уже должна быть фольга, чтобы ничего не приставало к противне. И в духовочку? Нет, еще нет. Это же только момент. Торопись не надо. Торопись не надо. Дальше гималайская соль, хотя соль может быть и не гималайская, если честно. Главное, чтобы каменная. Вот, любая. Вот, после этого немножко молотого перца. Черного. Показываем баночку. Баночку, смотрим. Показываем. Баночка. Перец черный. Молотый. Молотый. Вот, что характерно. Конечно, конечно. Да. Так, немножко так. После чего, значит, можно употребить сюда опять кумин. Ирочка, как называется эта желтая, что я часто посыпаю? Порошочек. Паприка? Нет, нет. Паприка красная. Нет, нет, нет. Желтая. Вылетело слово, я вспомню. Турмерик. Вот. Турмерик. Турмерик очень хорошо идет. Да. От диабета хорошо. Так. Это и для того, чтобы не было... Ой. Да. Дименция. Тут тоже очень сильно помогает на самом деле. Не, это правда. Значит так, и сейчас с чем? А сейчас с сизеном. То есть тут разные травы. Смесь разных трав. Окей. Сразу в одной баночке уже смесь. Есть, да. Есть в одной баночке. Можно брать из нескольких паночка застоялась. А можно так постучать просто? Не, не, не надо постучать просто по... Одну секунду. Да. Мы сейчас сделаем. Друзья, вот так. Все. Значит, сизеним. О-о-о. Хороший сезон-то. Так. Сизеним. Так. Слегка втираем. Втираем. Легкий массаж мясу. Так. Так. Моем руки. Что, в общем, не обязательно, но желательно. Да. У нас люди смотрят, сколько воды расходуются, когда руки моют. Или курицу. Говорят, что же вы изверги, сколько воды. Да. А в Калифорнии засуха. Да. Так. Следующий момент. Лук. Ага. Лук репчатый. Нарезать будем? Обязательно. И плакать. Будем резать и плакать. Вот лук сзади тебя. Так. Берем, берем, берем. Так. Лучок. Лучок. Так он еще с шелухой ездит. Да. Конечно. Ну, шелуху очистим. Чего что-то. Так. Окей. То есть, иначе люди подумают, что вообще в Америке дожились, уже едят лук с шелухой. Да. И картофель не чистят. Не-не-не. Кору многие жуют. Да. До сих пор. Да. Так. Так. Очищаем лук. Да. Что, на самом деле, просто. Для того, чтобы не плакать, для тех, кто вдруг, случайно, не знает и не смотрит программу СМАК, сразу расскажем маленький секрет. Когда режешь лук, чтобы не плакать. Так. Чтобы не лили слезы и несчастья. Это с Макаревичем? СМАК. Нет, это ранее, это начиналось с Макаревичем, а сейчас это делает Ваня Урган. Ох. Но у нас СМАК без Макаревича и без Вани Урган. Главное, чтобы беспокойно. Чтобы был СМАК, да. Да, хорошо. Значит, нож смачивается просто в холодной воде. Все. Хорошо. Это практически гарантирует от проливания слез. Так, 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 так. И кружочками нарезаем лук. Раз. 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 Так, 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 так. Так, сейчас посмотрим, хватит или нет. На каждый кусочек мяса укладываем по два круга лука. Вот и как. Прям математика целая. А, как же. Дисперенциальное уравнение решать можем. Без высшего образования не обойдешься никак. Сейчас. Да. Ну, а кто сейчас без высшего? Действительно. Доступно в любом переходе, да? Да. Так. Так. Так, 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 так. Да. Укладываем. Давайте, давайте. Может быть, поскольку такие тоненькие, может третьи положить как-то оно? А запросто. Все же в наших силах. Пусть не говорят, что евреи жадны. Все равно скажет какая разница. Мы сейчас сделаем вид, что мы не жадные. Мы должны сделать то, что с наших сил, чтобы произвести хорошее впечатление. Все, мы его производим. И заварки жалеть мы не будем. Ну и чай не подадим. А что с лодкой будем? Это у нас вышли остатки лука. Можем, конечно, набросать вверх, но можем его использовать в мирных целях потом. Ну хорошо. Вот это вот смесь трех сортов мексиканского сыра из магазина трейдер джо. Хотя он может быть не мексиканский и не три сорта, а один. И даже если вы не очень ленивый, то это можно сделать самому. На самом деле это будет дешевле. Взять любой сыр и натереть. Да, друзья, я хочу сказать, возьмите санкционного сыра. Да, вот такой. Какой сорт брать? Санкционный. Варки с щедрой рукой сеятеля, не жалея заварки, покрываем всю территорию курицы и лука этим сыром. Это будет как, можно сказать, заливной такой сырком. Есть ленком, есть сырком, то есть есть масса вариантов. Сырком лучше, чем ленком. Ленком тоже неплохо, но вот в этой ситуации лучше сырком. А это лучше в этом участвовать. Посыпаем сырком. Друзья, я чувствую, мысленно вы с нами все. Те, кто интересуется итальянским. Как еще раз? Неаполитанский. По этому делу можно спеть неаполитанскую песню или в крайнем случае поставить, чтобы кто-то спел где-нибудь на интернете найти. На самом деле, если поверить в переводу, Даня говорит, что это песня о юном рыбаке, который уплыл из Неаполя в бурное море. Значит, неаполитанская песня. Поем «она уна момента». Так, хорошо. А сколько же сыра-то ем? Не знаю, что мне жалко. Давайте так, если это делаешь для себя, то сыра лучше не жалеть. Все, понял. Тогда можно все высыпать. Нет, все высыпать будет слишком много. То есть, меру надо знать. Для этого случая, между прочим, и очень необходима фольга, которую мы подстилаем, потому что иначе весь этот сыр расплавится, потом мы не одеемся. Ой-ой-ой. Да, друзья, как трудно жить. Следующий момент, к которому мы приходим, это майонез. Очень вредный продукт, но тем не менее с ним будет гораздо вкуснее. Значит, есть два варианта. Если вы люди достаточно богатые и интеллигентные, вы идете и покупаете майонез, в котором вот есть крышечка, которую откручиваешь и выдавливаешь просто из самой баночки. О-о-о, пикантно. Вот. А с другой стороны, если вдруг, ну вот, ну не купили вы такую баночку, а если у вас, да, а у вас есть самый обычный майонез. И вот тут вступает в силу то, что называется «голь на выдумке хитра». Вот мы решили побыть сегодня в роли голи. Да. Которая на выдумке хитра. Да. И сделать вот так. Так. Кладем две, две с половиной ложки майонеза. Столовых. Все, столовых, да. Закрываем банку. Так. Закрываем вот это. Пакетик. То есть нам на молнии. Это обычный ЗИП, да. Это ЗИП-пакетик. И вот дальше во всей эстроте встает вопрос, насколько мы интеллигентные люди. Так. Значит, потому что есть два варианта. Можно вот этот кусочек отрезать ножничками, а можно отгрызть зубами. Я думаю, да. Вот каждый, как говорил Левитанский, каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, дьяволу молиться или пророку, каждый выбирает для себя. Ясно, ясно, что мы интеллигентные. Поэтический вечер закончился. Судя по предыдущей фразе. Тогда давайте ножнички. Хотя зачастую люди интеллигентные свинячут, как... Гораздо больше, чем люди неинтеллигентные. Да, да. Это за ними есть. Итак, значит, вот здесь, поскольку уже Миша сказал, что мы евреи больше заварки, мы делаем обрезание. Так. Маленькое обрезание уголочка. Так. Да, друзья. Кладем все на место. И вот дальше у нас вот такая ситуация. Аночка. Так. 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 Слушай, я бы сказал, что так она художественна. Как художник. Да. Интеллигент духа. Если еще к этому, друзья, стихи какие-то. Я помню чудное мгновенье. Передо мной явилась ты. Да? Смотри. И с майонезом. Что? Вдохновение. Искушение. Да. И гений чистой красоты. И гений чистой красоты. Ну, в общем, неважно. Стих не оформился, но, в общем, мысль понятная. Хотя некоторые знакомые сроки все-таки были услышаны. Да? Да. Ну, это не экспромт. В принципе. Хотя некоторые могут подобно. Да. Часто думают люди, что это мы экспромтом. Это из классиков. Марксизм или ленинизм. Да, мы лишнего себе не приписываем. Так. Ой, так. Значит, вот, но есть одна большая, конечно, вот, незадача. Дело в том, что вот после того, как мы сделали обрезание пакетиков, мыть его уже смысла нет. Выбрасываем. Вот, стирать его уже не стоит, поэтому мы его выбрасываем. Это говорит о том, что мы не такие уже и бедные. Да, то есть можем себе позволить выбросить. Все. Дальше мы доводим настроение этого агрегата, то есть вот печки, печи в духовке до состояния. Надо сначала нагреть. Нагреть, нагреть. Можно нагреть, а можно не нагреть. Это неправильно. Если ты не нагрешь ее, то лесок вытечет. Не успеет. Хорошо, давайте нагреть. Да. Возникла дискуссия. Хорошо, мы не будем, мы не будем драться. Где у вас тут температура? Так, я думаю, что надо Светлану позвать. Вот этот продукт в стадии полуготовности, или, скажем, точнее, совсем не готовность. Да, да. Открываем печку. Так. Печка на... Предварительно разогретое до 350-400 градусов по Фаренгейту. Но у нас-то сколько? У нас 400. У нас 400. Потом мы будем снижать температуру постепенно. Бум. Закрываем. Так. Через минут 5-7 мы начнем снижать температуру, доведем мы до 300 градусов. Так. До 350-300. И через, вот, можем засекать время. Так. Я думаю, что максимум 25-30 минут. Все будет готово. Дальше открываем, достанем, снимем. И дальше мы покажем, как достанем и съедим. Ну и под завязку, друзья, избавляю вас от несущественных деталей. Значит, я хочу сказать, вот оно вот так выглядит все. Уже из духовочки достали. Вот. Довольно неплохо выглядит. Неплохо, неплохо. И картошечка неплохо. И вот это вот, хоть и из банки, но... Все ж таки рыба. Рыба. Гефилте феш. Гефилте феш. Значит, ну и, естественно, вот это. Огурчики соленые. Салатик. Свежий. Свежий, как положено. Хлебушек черный, чтобы не говорили, что нет у нас хлебушка нормального. В общем... В общем, бон аппетит. Да. Извините, друзья. Да, да.